доброе утро доброе утро валерия сварила кашку манную сейчас будем кушать милена там у нас умывается одевается сейчас придет будем есть кашу я тут рассыпала манки столько прямо на пол пакет доставала вроде целый был варила начинала убирать дырка откуда-то появилась в общем половина манки на пол высыпала сейчас буду все убирать погода у нас смотрите какая вообще ужас второй день третий сырая мокрая дождь в общем отвратительная погода конечно по моему сегодня или завтра второй день мы сегодня даже включили батареи потому что как-то вот сыра дома прям пасмурно так серо сыра хоть маленечко грушта полы нагрелись до стены чуть-чуть прогрелись от этой сырости так что садимся мы завтракать папа у нас кашу не хочет я сейчас девчонками маленько позавтраку буду убираться уборки дома полночью то с этими дня рождениями два дня бегали толком не убирались не варили ничего такого сейчас сварю борща перемой везде полы и все приберу в общем буду наводить порядок варится у меня тут борщ сунулась а у меня нету подсолнечного масла пришлось на сливочном масле свеклу тушить капец сейчас все время так плохо что нибудь сунешься готовишь то это нету то того нет и пешком бежать не вариант погода еще такая дождливая в общем тушу на сливочном масле никогда так не делала но попробую думаю сливочным маслом по наверно больше нельзя испортить в общем будет видно тут еще свекла такая сочная прям сейчас вода еще вытопиться протушиться буду делать с таким вот кетчупом томатные натуральные специи вот мне очень нравится с кетчупом борщ кетчупа привкус такой вот я томатный беру или болгарский он еще такой дает вкусный привкус поэтому посмотрим что получится уксуса у меня что-то нету сегодня тоже не уксуса не масло сунулась борщ варить половина не хватает вот но не знаю теперь что получится думаю думаю нормально будет хожу с мухобойкой борюсь с мухами это какое-то наваждение сегодня целый день закрыта дверь у нас топится батареи топится полы и целый день мы просто вообще ну не открываем и я не знаю откуда не берутся откуда они лезут эти мухи я сейчас полы еще не мою потому что есть думаю сейчас я хоть перебью их маленько пуша не на пол падают а потом уже подмету и вымыл пол и это капец это нету конца и края я хожу я уже не знаю сколько я их перебила вот и все меньше не становится нисколько здесь опять целая липучка вот вот только недавно заменил повесил новую и она опять все битком если честно я в это лето даже ни одного не видела комара только одни мухи мухи и мелкие мошки и здесь тоже вот я только заменила и смотрите она вся и конечно неприятно я не люблю вот эти вот липучки когда висят вот эти вот мухи прилипают ну как-то это знаете не гигиенично и некрасиво но иначе вообще никак просто это убийстве насколько их много их всех вот не перебьешь они берутся и берутся откуда-то как муравьи лезут весь телевизор вот только вы мало весь телевизор уже опять в этих в крапинках в какашках кошмар сейчас буду убираться борщ наварили уже на ели борщ получился такой вкусный вообще вкусняцкий такое место уксуса добавила лимона вместо обжарки на подсолнечном масле обжарила на сливочном получилось вообще вкуснятина мыслируска сняли тарелочку дали лера сковырнула себе вон на носу что-то повернись зачем вот у нее здесь такая была сухая коростка ну-ка повернись вот так вот сейчас смотрю кровь я говорю это что такое она эту коросту похоже сковырнула и сидит у нее тут прямо это болячка будет я говорю не больно хоть сидит улыбается нет не больно как сковырнула вообще непонятно коросточка прямо здесь какая-то была не знаю откуда взялась вот так что хожу борюсь с мухами всех период перебью вот на полу даже это лазит они как животные по полу пешком ходит не летают а пешком ходит ужас замучили эти мухи в этот год хотим слируска маленько сливы покушать нас тут чуть-чуть осталось я уже в холодильник прибрала на камине стояла смотрю мошка летает думаю вроде бы не порченая не как бы ничего такого в чистой тарелочке лежит думаю надо ее съедать потому что иначе мошка это замучает я сейчас ее вымола в холодильник прибрала числе русский говорю борщик поели огур 2 сливы поедим сейчас поедим сливу у меня через два часа уже больницу побегу на сегодня терапевт принимает до 7 вечера вот я сегодня еще чуть-чуть работаю и потом сбегаю в больницу там анализ должны мои прийти и на прием к терапевту пойду села хочу стереть лак ногти красила сама на день рождения когда ходила и уже видно что вот обколупывается ну и как бы я никогда не хожу с накрашенными ногтями так как я работаю и для меня как-то вот это вот не очень когда у массажиста накрашены ногти я всегда коротко стригу и как бы ну руки чистые ногти нет и для меня это самое главное вот видите я его два дня походила и они вот так вот прямо сильно обколупались сейчас буду стирать у меня есть такая жидкость для снятия лака я не знаю и наверное уже тысячи лет вот и да я даже не помню где и покупала на на фикс прайсе чуть-чуть осталось так как я пользуюсь очень редко вот этот бутылек я не знаю даже он у меня с какого времени он наверное уже 45 раз просроченный вот ну как бы стирает пробовала и нормально сильно я в нем не нуждаюсь прям часто поэтому самый раз нормально так стирает несмотря то что ему уже тысячи лет свойства он свои не потерял нормально стирает сейчас почищу буду одеваться больницу собираться сегодня не сегодня а когда вчера позвонили из соцзащиты и сказали что лере автоматически продлили инвалидность еще на полгода до 20 по моему 6 января вот так я теперь думаю мы сейчас вот вызывали терапевта терапевт смотрел ее на дому сегодня значит звонили по поводу невропатолога невролог должен был сегодня взять леру как бы на осмотр на домашний и не взяли опять уже в общем четверг не взяли сегодня вторник опять не взяли вот не знаю когда дойдет до нас очередь она горит ездит одна вызов у нее очень много вот и я теперь думаю как бы вообще они нужны нам сейчас эти специалисты если нам автоматически продлили пенсию я вчера позвонила в пенсионный фонд сказала что пенсию нам в августе не выдали она горит в конце недели позвоните я говорит ну как бы я вижу что вот валерия есть у нас но еще вот это какая-то там ведомость я не знаю всех этих тонкостей в общем она еще не подписана вот так что вы горит позвоните нам маленько попу вот в общем нужно будет звонить в конце недели туда в этот пенсионный фонд и они уже уточнят они говорят скорее всего вам в конце месяца выдадут пенсию я говорю да как какой смысл нам в конце месяца ее получать если у нас в начале уже как бы другая должна быть она горит но в общем не в конце недели позвоните я вам скажу когда вам получать из может быть если в конце не они месяца вам не выдадут то тогда получите в начале месяца сразу за два так что до января нам продлили и хоть одна у нас головная боль отошла что я думала сейчас нам надо сломя голову бегать проходить всех специалистов ну как бы ладно что это сделали вот что-то у меня тут так руки потолстели вообще какие-то я не знаю это я даже так вот сейчас сижу и смотрю я вчера когда в гостях была я взвешивалась я 58 с половиной килограмм ну конечно это уже перебор совсем с этими дня рождениями я ела в общем как не знаю кто все такое вкусное а когда где-то на дне рождения сюда же до гости приходишь лопаешь что такое вкусное кажется что в общем я два дня лопал и мне кажется тут я набрала вот я буду сейчас тут сижу и мне кажется что у меня какие-то руки толстые вот эти места мало того что они у меня как бы но профессионально до накачиваются из-за массажа а еще и что-то отвисает я побежала в больницу у нас дождик начинается я несусь волосы назад бегу еще на каблуках без машины все таки это ужасно честно вам скажу вот скорее бы сейчас хотим ну завтра наверно уже хотим звонить и маленько цену опускать на машину хоть она у нас и так стоит за дешево ну как за дешево нормальная цена для этой машины вот не завышенная ну наверное будем маленечко опускать потому что уже к месяцу подходит машина не продается непонятно вообще в чем дело думали намного быстрее продадим и в салоне нам говорили что она недели две и ваша машина уйдет в общем подходит дело к месяцу машина стоит не знаю будто сглазил кто-то не хочет у нас машины продаваться ни в какую бегу больницу на улице так похолодало завтрашнего дня вроде поговаривают погода маленечко наладится до 19 ну не знаю мне что-то не верится прямо атмосфера знаете такая холодная и мерзко так сыра фу вообще все наверное больше лета у нас на урале не будет если только может сентябре еще чуть-чуть бабе лето постоит я думаю что все не будет больше и наверное уже есть смысл собирать бассейн убирать потому что я не думаю что мы будем купаться и вода то уже точно не прогреется вот ну все ребят я подхожу к больничке сейчас зайду что-то меня еще ждет сегодня принимает всего один терапевт там наверно убийственная очередь вообще пришла к терапевту ни одного человека ухожу шесть человек в коридоре сидит думаю повезло мне на всем терапевт мне написал бумажечку свою город в принципе вам ко мне не надо было вот а послала меня туда комиссия из больницы сказала что к вам терак терапевту но хотя он мне написал анализы вот сейчас пришли анализы крови уже у него были он не отдал мои анализы написал за эту заключение ну что вроде все здорово все нормально и все теперь мне нужно на комиссию дочь моросит такой мелкий прям не могу ну вот теперь завтра карточки мои короче не нашли которые новые завели сказал что в регистратуре ищите регистратуру пришла сказали нету ищите в другой регистратуре а другая уже закрыта надо половина четвертого работает вот завтра нужно идти все у меня уже специалисты есть анализы завтра можно идти уже и на комиссию все это дело передавать не знаю как у меня завтра получится нас еще работать буду вот поэтому побегу опять сломя голову бегу и бегу уже туда-сюда туда придешь а вам вообще суда не надо было зачем вы к нам а туда придешь они говорят а вы чё еще вот этого вот этого не прошли и короче это вот как какой-то круговорот блин непонятно вообще как будто они первый раз что ли в опеку оформляют я не знаю что-то как-то у них все не согласовано ничего что-то они не знают как эти заикают сидят что-то в общем ерунда какая-то ну ладно дай бог мне терпение все выдержим и не такое выдерживали как говорится будем будем проходить уже все движется к завершению вот надеюсь все хорошо ни к чему не прикопаются больше это у нас могут из мухи делать слона поэтому еще продлят поэтому надеемся что все закончится хорошо бегу домой хотел еще в магазин зайти а вышла такая погода что никуда не хочу идти пойду домой не охота по такой погоде никуда я еще в босоножках пошла в теплицу три дня наверное я туда не ходила там наверно уже помидоры переспели все сейчас хочу салатика сделать его и в бассейне то сколько воды вот эти сколько воды и не доходит до слива и не сливается тогда меньше было странно чему она стоит не доходит дурацко как-то внуло ничего сколько помидор то у меня здесь дурацко как-то придумали слив на таком еще уровне бассейн объемный это еще там сколько воды я не знаю куп наверное целый и как хочешь его потом так и сливай смотрите сколько у меня помидор на спела и больших и маленьких сейчас буду собирать что-то мы захотели салатик сделать просто хочу с помидорками с луком масла нету подсолнечного и сейчас не зашла не купила потому что по пути магазина не было и дождь вот прямо сейчас усилился даже слышно наверное вам как по теплице долбит вот я быстрее быстрее домой думаю сейчас меня еще и накроет дождем набежала сейчас соберу помидоры и просто ой какие желтые посмотрите какая огромная желтая помидорина вот сейчас я с нее салатик то и сделаю смотрите какая красивушная а пахнет все-таки свои помидоры да это свои помидорки это не покупные это прямо такая вкуснятина обалденная вообще столько у меня он желтых помидорок поспела помидоры вот так вот нарезать с луком с майонезом я еще люблю или соевый соус маленько добавить или уксуса уксуса тоже нет сегодня варила борщ с лимоном вот и такой он получается кисленький вкусненький потому что туда хлебушек у меня шлюнивыделение пошло а здесь смотрите у меня какие помидорки висят вон такие ну не красота ли вообще но сегодня будем с желтыми помидорами завтра приду соберу красные сейчас которые уж прямо такие сильно сильно я их соберу домой а эти еще пускай вот тоже маленькие какие красненькие вкуснятина чё милен нет так перца что-то у меня перца мне в этом году мои не нравятся какие-то зеленые и не красные не желтые какие-то зеленые не нравятся мне помидоры класс вообще шикарные насобирала сейчас делаем салатик и поужинаем нарвала еще петрушечки свежие сейчас сделаем салатик вкусненький у нас что-то свет так сильно моргает сейчас помою петрушку от после дождя он видно что грязные сейчас вымоем салатик на стругаем и и Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»